Здравствуйте и не пугайтесь, ваши мониторы и телевизоры исправны. Просто вы смотрите большое интервью, в котором не будет буквально ничего лишнего, даже цвета. Только герой, только человек, который интересен нам и, надеюсь, будет интересен вам. Сегодня это Максим Амелин. Мы считаем, что глава, выбранный народом, имеет совершенно другой уровень ответственности перед населением города. И мы не помним ситуации, когда глава, выбранный населением, как бы через год сам просто уходил, потому что ему там не получилось, не понравилось или еще что-то. Не считаю, что это позиция бабьего против. У нас есть как объективные причины, так и политические причины. Я как бы считаю, что наше голосование абсолютно, да, политическое. Мы считаем, что это не метод. Мы считаем, что это вещь, которая кому-то нужна. Кому, я не знаю, сложно сказать, но она кому-то просто нужна. А методом это не является. Это является как раз методом сегрегации и разделения. У тебя есть QR-код? У меня нет QR-кода. Часто ли люди вообще воспринимают политиков именно как человека, который может сделать дорогу, может починить крышу, может добавить пенсию? Ну, начнем с того, что никакая партия дороги не делает. Это лукавство. Мы все прекрасно понимаем, что дороги делаются на наши с вами налоги. И не надо вот этого кому-то рассказывать, что какая-то партия что-то делает. Ни одна партия за свои средства, кроме подарков к Новому году и каких-то мелких таких вещей, ничего не делает. Политическая партия оппозиции является постольку, поскольку мы не взяли власть. Поэтому у нас в уставе написано, что цель, в принципе, это закон о политической партии, цель политической партии – это взять власть. Здравствуйте, Максим Анатольевич. Спасибо вам большое, что вы нашли время, пришли в нашу студию. Наверное, начнем с того, что у всех на слуху вот в эти дни, что все обсуждают. Конкурсная комиссия начала отбирать претендентов на пост главы Оренбурга. Следите ли вы как-то за этим процессом? Ну, у нас по отношению к этому абсолютно радикальная позиция. Мы ее выражали 16 декабря на законодательном собрании. Рассматривался закон о прямых выборах глав городов, городских округов и муниципальных районов. И мы считаем, что нужно выбирать прямыми выборами. Население должно голосовать за главу, а не комиссия должна кого-то там избирать. Поэтому даже наши депутаты при голосовании не берут бюллетени для тайного голосования. То есть, мы считаем, такой способ выборов глав, он неприемлемый. Ну, к сожалению, вот 16 декабря партия большинства, ее сателлит в единственном числе депутата, они отвергли данный законопроект, и это очень печально, потому что это могло бы сместить акцент и изменить вообще вот эту историю. Потому что мы считаем, что глава, выбранный народом, имеет совершенно другой уровень ответственности перед населением города. И мы не помним ситуации, когда глава, выбранный населением, как бы через год вот сам просто уходил, потому что ему там не получилось, не понравилось или еще что-то. То есть, мы считаем, что единственный способ, единственный способ, который может быть здесь, это выборы главы населения. И поэтому мы не следим. Ну, доходят какие-то отголовки, что вот люди тратят очень много времени на то, чтобы выслушать, скажем, кандидатуру. Но потом мы же понимаем, мы же помним, все предыдущие варианты рассмотрения. И самое главное, у нас бывают ситуации, когда мы главу все-таки ставим своего. Эта ситуация была совершенно недавно. Солилецкий городской округ очень сильно проголосовал за нашего кандидата. Кандидат Кандалов у нас был, очень серьезный мужчина, полностью подходящий под критерии главы. Но мы там увидели очень простую вещь, что он не дошел до голосования депутатов. Он просто не дошел туда. То есть, комиссия его не отобрала. Поэтому, когда нам говорят, вот даже на ЗАГСобрании некоторые предстоитатели правящей партии, выдвигайте своих глав, мы будем их рассматривать. Вот мы выдвинули. Его не допустили до того, чтобы проголосовал, депутаты проголосовали. Просто не допустили, и все. То есть, комиссия посчитала, что он недостоин. Хотя, собственно говоря, там никаких оснований для этого нет. Более того, я думаю, если бы его допустили, возможно, депутаты его бы и выбрали. Он, кстати, тоже депутат является городского округа. Смотрите, но вы же видели все равно вот этот список кандидатов, которые вы предложили себя на постмэрариум. Там вся палитра, каждая, каждого, как говорится, каждая история у каждого своя, каждый по какой-то причине идет. Из них, не знаю, сильно реальных кандидатов я не особо увидел. То есть, поэтому... То есть, там, получается, несколько чиновников, несколько бизнесменов. Есть военные пенсионеры, есть безработные даже. Вот насколько я видела. Некоторая часть аналитиков говорит о том, что если бы речь шла именно о прямых выборах, то вот эти люди, ну, половина точно до избиркома бы даже не дошла, в общем, от целого. Безусловно, потому что, как бы мы что ни говорили, есть несколько фильтров даже при прямых выборах, и они, наверное, объективны. То есть, первое – партийный фильтр. То есть, партия не выставит кандидата, который будет, ну, условно говоря, воспринят неадекватно. Давайте такую фразу поставим. То есть, мы бы очень внимательно подумали, кого мы выдвинем, потому что имидж нашего кандидата – это имидж нашей партии. А выдвигать без сбора подписей имеет только, ну, пять партий, получается, те, кто, по-моему, в ЗАГС собрания сидят. Я не знаю, сейчас закон. А оставшимся нужно было бы собрать подписи. Собрать подписи, верно. Это тоже фильтр, это тоже нормальный фильтр. Ребята, соберите подписи и идите выдвигайтесь. Какие проблемы? Ну, я думаю, что действительно больше половины даже не смогли бы физически собрать подписи. То есть, это так. И здесь ничего плохого в этом опять нет, я не вижу. Можно даже, как говорится, они зарезают часто на подписи. Есть такая тенденция. Но я считаю, что здесь даже если объективно смотреть, пусть не зарезает никого, мы за то, чтобы всех допускали. Вот мы за то, чтобы допускали всех до прямых выборов. Но я считаю, что они бы просто физически не смогли это организовать и собрать. Смотрите, вот противники, да, то есть те, кто стоит на позиции именно конкурса, говорят о том, что, в общем, нет, ребят, да, наоборот, мы дали возможности всем показать себя. Мы, в общем, наймем человека, которого можно легко уволить, да, в отличие от всенародно выбранного мэра, да. И, в общем, мы не получаем политическую фигуру, а получаем хозяйственника. Вот эта позиция, она вам, как кажется, она... Знаете, мне кажется, что она практикой города Оренбурга абсолютно опровергивается. Вот можно много говорить про то, что люди говорят, а можно посмотреть практику города Оренбурга. И больше ничего не говорить. Я вот не понимаю, что мы теорией будем заниматься, когда есть практика. Вот конкретно город Оренбург. За последние 4 года, условно говоря, это будет там раз, два, три, четвертая глава. Ну, условно, там, может, плюс, за 5 лет четвертая глава, неважно, но это вот специалистов отобрала та же самая комиссия, сформированная тем же самым, той же самой правящей партией. Не берем там должностного лица, но все равно, при участии. То есть, вот результат. Все. То есть, дальше обсуждать я просто не вижу смысла. Можно говорить все, что угодно, но практика опровергает эти теоретические изыскания. Еще одна тема, которая, в общем, обсуждалась на слуху, это бюджет будущего года Оренбургской области. И снова оппозиция заняла такую позицию, что бабъяга против. Оппозиция, оппозиция, как калуга практически. Да, да, да. Я опять, во-первых, не считаю, что это позиция бабъяга против. У нас есть как объективные причины, так и политические причины. Я как бы считаю, что наше голосование абсолютно, да, политическое. Нам начинают предъявлять, что мы якобы не хотим, чтобы вовремя платились пенсии, зарплаты и все такое прочее. Ну, во-первых, начнем с того, что ни одну инициативу нашу не приняли. Вообще ни одну. Второй факт, почему в том числе мы политически голосовали против. Это вот эта история, на мой взгляд, очень некрасивая со стороны, опять, правящей партии, которая не пожелала нормально все это организовать. Это социально значимое мероприятие. Когда они из перечня социально значимых мероприятий, субъекты, которые имеют эти социально значимые интересы, вычеркнули Бузулук, вычеркнули Орск и вычеркнули Оренбург. Это та ситуация, когда на зло бабушке себе уши отморожил. Там пять депутатов правящей партии, один наш коммунист. И они посчитали, что социально значимое нужно тоже убирать из Оренбурга. Якобы у него бюджетная обеспеченность высокая. И мы открываем все таблицы и смотрим. По всем параметрам с прошлого года она не изменилась. По всем параметрам, по всем дотациям, по всем субсидиям, субвенциям получают и Орск, и Бузулук, и Оренбург. А вот социально значимое надо зарезать. Ну, это очевидная история предвзятого отношения. Как мы можем проголосовать за бюджет, где просто так вот сегрегация депутатов. По принципу, ты от оппозиции, значит, ну, фактически ты не имеешь. Что для зрителей, что значит финансирование? Социально значимое мероприятие. Это мероприятие, на которых оказывает влияние конкретный депутат-одномандатник. Он впрямую ничего не может делать. Это, естественно, бюджетные деньги в виде дотаций муниципалитетам. Обычно за счет социально значимой решаются мелкие проблемы. Какие-нибудь крыши в школах текущие. То есть, капитальный ремонт не скоро в программе, а надо сейчас сделать. Вот она потекла. Чтобы сделать ее в рамках бюджета, нужно внести на следующий год, утвердить и в следующем году сделаем. Текет-то она сейчас. И вот для этого были, собственно говоря, и созданы социально значимое мероприятие «Связь с землей депутатов». И вот нас, как депутатов от КПРФ, хотят оторвать, чтобы мы не имели возможности этого делать. Именно поэтому вы решили было собрать в качестве причин. Одна из причин. Вторая причина тоже она... Ну, это вот конкретная причина. Почему? Вторая причина, не менее очевидная, это то, что мы давно возмущены ситуацией о неравенстве межбюджетных отношений, о том, что у нас 82% собираемых на территории Оренбургской области налогов уходят в Москву. Мы это говорим. Депутаты ничего не хотят делать от правящей партии. У нас есть законопроект о том, чтобы налог на добычу полезных ископаемых, НДПИ, основной налог, который собирается, как раз в этих 82% сидит, по углеводородам делился в пропорции 50 на 50. Сейчас 100% этого налога уходит в Москву напрямую. А мы предлагаем, чтобы 50% в регионе оставалось, 50% пусть также и уходит в Москву. Этот законопроект нами внесен, он сейчас в Совете законодателей, но правящая партия пока не высказывала своей поддержки этому и сами ничего не делают. То есть, их устраивает, когда у нас остается 19% от собираемых налогов. И мы на эти 19% должны решать экологические проблемы, медицину, образование. То есть, извините меня, предприятия работают, добывают углеводороды. Мы этим всем дышим, а нам оставляют 19%. Неправильно. Это политическое голосование, чтобы обратили внимание на этот вопрос. Вам, наверное, могли бы парировать ваши, так скажем, оппоненты, что область получает при этом из федерального центра огромные суммы? Во-первых, все области по нас проектам получают из федерального центра. Во-вторых, извините меня, сейчас то, что мы видим, это в основном дорожные, в основном все-таки деньги. Но, понимаете, хорошие дороги не заменят больницы. Но это неправильно. А больницы, грубо говоря, это проблема головная боль субъекта. Вот здесь у нас денег, я считаю, не хватает. Потому что мы видим, врачей не хватает. Не можем поднять им зарплату, не можем как-то привлечь. Но их явно не хватает. То есть, это очевидная история. А налоги уходят. Конечно, нам возвращается какой-то процент. Но даже с учетом возврата мы с трудом, может быть, выйдем на 70 к 30. С учетом возвратных денег. Я думаю, даже и не выйдем, кстати говоря. Там, я думаю, будет 28, там на 71. Можно попробовать посчитать. Но в любом случае, я считаю, что это неправильно. Возврат денег, во-первых, всегда в большинстве своем целевой. То есть, это вот на это, вот на это, вот на это, вот на это. А нам-то нужно самим здесь строить социальную политику. Возможности с возвратными деньгами далеко не всегда это есть. Ну, опять, мы приводим дороги. Дороги хорошо, что строят. Плохо, что строят только дороги. А, допустим, на медицину нам недостаточно денег. И это печально. Все-таки я считаю, что по закону мы с вами российская федерация. То есть, федерация. И таким образом, когда у нас остается 19% от налогов, ну, где федеративное устройство? Где правильные межбюджетные отношения, которые, в принципе, должны быть в федерации? 50 на 50 сделайте. 50 на 50. То есть, когда ваша партия голосует против этого бюджета, она говорит, что, ребят, мы есть, и вот это наше мнение. Это наше мнение. То есть, вы понимаете, что бюджет все равно будет принят? Безусловно, безусловно. Но если бы возникла угроза принятия бюджета, наверное... Непринятие, да? Ну, да. Ну, неважно. Угроза принятия, угроза непринятия. Да. Угроза непринятия бюджета, наверное, ну, и другая, может быть, была бы и позиция другая. Может быть, и другой бюджет бы был. Понимаете? То есть, может быть, мы бы и выстроили по-другому бюджет, потому что мы на определенные нужды просим денег, их не дают. Мусорная проблема. Наша поправка была о том, что дайте деньги муниципалитетам. Ну, мы видим, что город Аренбург захлебывается, а денег у них на это конкретно нету. Ну, дайте денег муниципалитетам. Полномочия навесили? Так вот эти места накопления обслуживать. А денег не дали. Ну, как обычно у нас происходит. И дайте денег. Мы предлагаем в виде дотации дать денег муниципалитетам. Ну, они отметают, там, денег нет или еще какие причины. Всегда называют разные. Но факт – это же проблема. Проблема. И мы бы ее, наверное, если бы была угроза принятия или непринятия бюджета, поставили более жестко и добились бы его решения. И тогда, возможно, мы бы другой бюджет поддерживали. Плюс политически нас совершенно не устраивает тот рост бюджета, который нам декларируют как какой-то прям хороший. Ну, что такое хороший? 4 миллиарда у нас сейчас в отличие прошлого года от следующего. Там 126 и 122 миллиарда. Ну, понимаете, 4 миллиарда – это там 3,5%. А вы в магазин сходите. То есть магазины, продуктовая инфляция там 15-12%, строительная инфляция 20-30%, а кое-что и в два раза подорожало. Ну, и что получается? Наш бюджет, он физически уменьшился. Ну, уменьшился он физически. Аж денег чуть-чуть больше стало на 3%. А инфляция, грубо говоря, средняя, давайте возьмем условную среднюю, не официальную, которая сейчас там 8, а условную среднюю, она, ну, около, наверное, 10-12% – это точно. Вот. А у нас на 4% вырос бюджет. То есть он уменьшился. Еще одна тема, где, в общем, ваше мнение звучало очень громко. И в пику, так скажем, большинству парламентскому, да, это позиция по QR-кодам. Вот вы очень резко заняли позицию, что категорически нет. Почему? Потому что мы считаем, что это не метод. Мы считаем, что это вещь, которая кому-то нужна. Кому там, я не знаю, сложно сказать, но она кому-то просто нужна. А методом это не является. Это является как раз вот методом сегрегации и разделения. У тебя есть QR-код? У меня нет QR-кода. Значит, ты не можешь там на транспорт зайти, покушать там зайти, в торговый центр зайти. И при том, что, на самом деле, распространение ковида-то, оно не регулируется только этими объектами. Ну, давайте вспомним про школы. Вот, кстати, германский опыт последний, я то, что читал, они очень интересную штуку сделали в школах и в учебных заведениях во всех. Сам ребенок научили. Сам ребенок делает экспресс-тест. Сам себе. Да. В принципе, 7-8-летний ребенок, он в состоянии уже делать организованно. Никто не лезет к вашему ребенку, вот он сам делает экспресс-тест там слюной или еще как-то. И люди, у которых, дети, у которых экспресс-тест там условно положительный, положительный, его сразу домой и вокруг тоже. Еще раз сделали тесты и все тоже домой. Почему у нас тестирования-то нет бесплатного? Почему мы не можем обрубать цепочки распространения? Почему тесты у нас в Оренбургской области был период, когда они неделями делались? Ну, это общеизвестный факт. Сдают тесты, через 5 дней им приходит положительный или отрицательный. Ну, а QR-коды надо вводить. Вот тестирование нормально организовать, бесплатное и очень быстрое. Это не надо. А вот QR-коды надо. То есть, я считаю, что это не метод борьбы. Абсолютно. И что сама процедура введения QR-кода не прописана нормально вообще никак. Люди, переболевшие, которые не вызывали врачей. Сейчас только начинается, сейчас только этот процесс. А мы когда уже внесли его? Мы в ноябре его внесли. И только сейчас этот вопрос. Но это абсолютно сырой проект. Абсолютно. И он не должен быть принят. Все вроде как логично. Но возникает такой вопрос, что ведь оппозиция всегда немного, ну как, выигрышное, наверное, положение. Потому что четко видя какие-то недостатки, недоработки, имея собственную позицию, ее озвучивая, оппозиции не приходится решать по-другому. Ну, то есть, брать на себя ответственность за другой механизм действий. Вот часто ли вас в этом, ну как, увлекают? Нет, у нас пытаются увлекать, но я считаю, что мы не совсем уж так безоглядно критикуем. Вот даже по ситуации с ковидом у нас есть предложения, нормальные предложения, которые необходимы ими заниматься. То есть, чтобы это было там углубленная диспансеризация перед прививками, у нас, чтобы мы тестирование наладили прям конкретное, у нас распространение упадет сразу. И я не считаю, что мы всегда безоглядно критикуем. Мы предлагали, и то есть по бюджету были конкретные предложения, в том числе по этим так называемым социально значимым, мы не говорили ничего. Мы говорили, оставьте как есть, а вообще лучше еще добавить в два раза. Ну почему? Ну потому что это прямая связь депутата с населением. И он влияет там на эти вопросы, что вы же сами потом нас обвиняете в том, что мы ездим и снимаем протекшие крыши, вместо того, чтобы позитивно реагировать. Так вот она, позитивная реакция была, вот вы говорите. Вот она. Я пришел к муниципалитету, говорю, у меня есть социально значимое, вот крыша течет. Понятно, что капитальный ремонт будет через пять лет. Давай сейчас из этих социально значимых мы наладим крышу. Мы не будем тогда ее снимать. Мы ее сделаем и отчитаемся, что мы устранили, скажем так, течь. Но у нас это отнимают. И мы в результате этого что будем делать? Будем снимать крыши и говорить на ЗАГС-собраниях, что недостаточно финансируется образование. А нас будут опять обвинять в критике. Вырывая у нас рычаги реального воздействия, они нам не оставляют других вариантов, к сожалению. Поэтому это да. Вы знаете, на прошлом эфире здесь была ваша коллега из другой партии, она рассказывала, она говорит, что иногда приезжаешь, и люди говорят, а вот такая-то партия сделала нам дорогу. А вы нам что сделаете? Вот часто ли люди вообще воспринимают политиков именно как человека, который может сделать дорогу, может починить крышу, может там добавить пенсию? Ну, начнем с того, что никакая партия дороги не делает. Это лукавство. И когда партии, депутаты от партии власти говорят, что они сделали дороги, не надо обманывать людей. Они сделали дороги на наши с вами налоги. Вот. Это вот такое лукавство назовем. Обманом нельзя это назвать, потому что они пытаются там правильные формулировки использовать, ну, учитывая при содействии там, да. Но мы все прекрасно понимаем, что дороги делаются на наши с вами налоги. И не надо вот этого кому-то рассказывать, что какая-то партия что-то делает. Ни одна партия за свои средства, кроме подарков к Новому году там и каких-то мелких таких вещей, ничего не делает. Вот подарки к Новому году, да. Мы тоже, кстати говоря, подарки к Новому году готовим. Две с половиной тысячи где-то подарков распространим в маломощных семьях. То есть, очень, ну, такой, я считаю, важный социальный проект к Новому году, чтобы дети хотя бы чуть-чуть порадовались. А вот. Это, да, это делает партия. А все остальное – это деньги налогоплательщиков. Значит, безусловно, такие вещи возникают с одной стороны. Но с другой стороны, последние 3-4 года уровень гражданского сознания значительно, я считаю, вырос. И очень много людей прекрасно понимает, что конкретный депутат ничего не делает. Депутат строит повестку, депутат должен работать над законами, которые должны быть справедливы ко всем территориям. И мы, как депутаты, это объясняем, что наша основная задача сделать так, чтобы у вас все дороги здесь строились за ваши налоги. Как это должно быть? А не то, что ваш какой-то депутат, там, от правящей партии выбил дополнительные деньги. Нет, ребят. Всем территориям должно быть хорошо, комфортно существовать в нашей области, в нашей стране, в нашем городе. Если говорить вообще о функции именно оппозиции, вот она в чем? То есть она противовес, она критика, она другая точка зрения? Или она когда-то… Политическая партия оппозиции является постольку, поскольку мы не взяли власть. Поэтому у нас в уставе написано, что цель, в принципе, это закон о политических партиях. Цель политической партии – это взять власть на определенные территории. Не обязательно в стране. У нас есть города, у нас есть территории, где, в принципе, мы находимся, наши кандидаты находятся у власти. Причем эти территории, в принципе, нормально существуют. Из городов можно Новосибирск назвать, там уже лет семь наш депутат, наш бывший депутат Государственной Думы, Локоть, является мэром города. Кстати, вот о прямых выборах можно вспомнить. В городе Новосибирске прямые выборы. И он избран народом. Если мы уже вышли так на общее, вот раньше было понятно, что такое Компартия, да? То есть, ну, и ассоциации очень четкие, там, Советский Союз, плановая экономика и так далее. В 21 веке Компартия – это про что? Идеология какая? То есть, ваше принципы, на чем? Идеология, она вообще мало изменилась. Просто изменилось время, в котором мы живем. Безусловно, Компартия – это про то, что уверенность в завтрашнем дне. Это про то, что люди должны иметь гарантированную работу. Люди должны иметь гарантированный доход для того, чтобы жить, а не выживать. Люди в нашей богатой стране, безумно богатой природными ресурсами, имеют право на достойную жизнь. И мы считаем, что не та кучка миллиардеров, которых там сейчас 120 или 130, должны под себя забирать все эти, скажем так, прибыли. А что эта прибыль, она должна работать на благо всей страны и всех наших жителей. Наши жители России, жители нашего города, жители нашей области. То есть, мы считаем, что прогрессивная шкала налогообложения должна не такая, как сейчас быть, якобы прогрессивная. Давайте добавим тем, у кого там сверхдоходы еще 3%. Слушайте, ну вот почему-то когда-то в каких-то вопросах мы готовы на Запад ориентироваться безоглядно. А в каких-то вопросах мы вообще даже не думаем, что это неправильно, вот они уйдут куда-то там, в тень уйдут. Но прогрессивная шкала налогообложения почти вся Европа. И там налогообложение до 50, по-моему, 5%. То есть, он миллион заработал, у него забрали 550 тысяч. Почему мы не можем на это ориентироваться? Почему нельзя сделать нормальную шкалу и у миллиардеров забирать этот доход? Пусть люди, которые реально работают и с нормальным доходом, ну, средним доходом, они платят те же самые 13%. С маленьким доходом вообще не платят. А тот, кто имеет сверхдоходы, они должны опять платить 40-50%. Это наша позиция. И мы считаем, что она правильная. То есть, нынешняя Коммунистическая партия – это реально социальное государство. Все должны иметь достойную, доступную медицину. У нас вся медицина построена по принципу. Вот это эффективно, вот это неэффективно. Ну, как вы оцениваете эффективность борьбы за жизнь? Ну, как это можно оценить? То же самое. Все должны иметь право на нормальное, достойное образование. У нас закон есть об всеобщем образовании. Образование для всех у нас он назывался. Но не хотят его принимать. То есть, мы считаем, что деньги у нашего государства есть. Начнем с того, что они в принципе есть. Золотовалютный резерв покрывает три бюджета Российской Федерации. Три. Плюс у нас там есть ФНБ, который тоже еще там, наверное, близко к половине бюджета или больше там половины он растет. Он меняется довольно значительно. У нас есть деньги у государства, но оно просто не хочет их отдавать всем подряд. Оно отдает на осваивание каких-то мегапроектов. Ну, в медицину вложитесь. Сделайте национальные идеи, здоровое долголетие, здоровое население. Ну, сделайте такую национальную идею. И вложите туда деньги. Кто мешает? Деньги есть. Нам же рассказывают про то, что нет, нельзя, налоги на богатых нельзя, деньги разбазарят. Ну, как разбазарят, ну, фискальные органы очень хорошо работают. Все контролирующие органы, мы тоже видим, силовой блок довольно сильный. Ну, вкладывайте деньги в людей, наконец. А вот когда вы принимали решение, в какую партию пойти, да, насколько вы, так скажем, тщательно изучали идеологию позиций? Или это было больше, ну, я не знаю, такое решение, что пойду-ка я в политику? У меня не было вообще вариантов, в какую партию идти, в принципе. То есть, я изначально рассматривал только КПРФ, считаю, что остальные партии, так или иначе, это определенные сателлиты, правящие власти, прям, причем такие по голосованию мы видим, как они голосуют, даже, кстати, в нашем парламенте. Но принципиально я считаю, что реальной оппозицией является только КПРФ, поэтому у меня такого выбора не было. У меня был другой выбор, когда я, скажем так, вступил в политическую жизнь, ну, это было сознательное решение, оно заключалось в том, что, ну, деньги – это просто деньги. А мне не все равно, что будет с моими детьми, в какой стране они будут жить, в каком городе они будут жить, как они будут жить, с моей страной, что будет, мне не все равно. И эта позиция именно вот такая была. То есть, здесь больше, скажем так, стремление что-то изменить в существующей ситуации. И я считаю, что здесь не было ошибки, потому что вот те тенденции, которые я видел там в девятом, десятом, одиннадцатом годах, они только усугубились, к сожалению. И сейчас мы видим продолжение этого там полицейского государства. Мы видим то, что свобода, значит, волеизъявления, там вот, кстати, QR-коды тоже одно из ограничений свободы. И свобода слова тоже, к сожалению, постоянно сворачивается. И я считаю, что с этим необходимо бороться, чтобы мы оставались все-таки свободными людьми. И вот как один из депутатов правящей партии сказал, бывший демократ, вот он там, я не знаю, оговорка, это не оговорка, то есть они стали бывшими демократами. А мы считаем, что демократия в данном случае, это в настоящее время это основа развития. Слушайте, вот это так, ну как, так странно даже слышать, потому что идеология коммунистической партии, если она правоприемница, вот той, которая была раньше, да, она же не предполагала каких-то свобод. А сейчас, получается, свобода и демократия, это основа классическая партия. Ну да, во-первых, изменилось время значительно, во-вторых, она предполагала свободу, но свободу предполагала, скажем, в социальных лифтах, в определенной нише свободу. Ну, подождите, вот возьмите свобода, там, развития человека, да, ну, возьмем простой паренек, да, из деревни стал первым космонавтом у нас в Советском Союзе. Ну, не знаю, возьмите там Калашникова, который произвел лучший в мире автомат, он тоже из сельской местности. То есть социальные лифты работали. То есть мы под свободой понимаем, что? Если мы понимаем под свободой высказывания, ну, опять, свобода высказывания определенная была, была интеллигенция, которая где-то не согласна была с позицией партии, ну, и дальше возьмите Китай, ну, вот она история про то, что где-то там уровень свободы определенный, он присутствует, да, он своеобразный, но он присутствует, уровень свободы. Слушайте, простите, ну, вот китайского уровня совсем бы не хотелось свободы. Ну, вы знаете, все относительно, то есть уровень китайской свободы, он позволяет им очень активно развиваться. И Китай, например, транснациональные компании и основные свои производства не приватизировал хищнически, как это в России произошло. И в Китае мы можем много говорить там о каких-то ограничениях, но Китай – это одна из тех стран, которые несколько сотен миллионов людей вывело из бедности. Спасибо вам огромное, что вы нашли время, пришли в нашу студию. Я думаю, что нашим зрителям было интересно. Приглашайте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова